охрану. Вот и подумайте, ваше оно или не ваше? Вы платите этим людям зарплату, тех, кто работает там. Вы платите зарплату всем этим предприятиям. Три с половиной тысячи их существует в Украине. Давайте зададимся вопросом. А сколько из них приносят прибыль нам? Ответ ноль. Они все убыточные. Мы им платим деньги. Они убыточные. И это было бы полбеды, если бы на этом все наши беды заканчивались. Вы скажете, может быть, 5-10% это мало, не хватит на социальные выплаты. Но вы видели, когда после какого-нибудь поднятия очередного налога поднимали пенсии, зарплаты, выплаты. Вы ничего этого не наблюдали. Все именно потому, что эти деньги взимаются для разворовывания. Не для вас и не для вашего добра. Это деньги для разворовать. Понимаете, вам никогда Тимошенко и Ляшко не скажут о том, что нужно внедрить 5-10%. Они вообще не будут говорить о налогах. Они вам будут говорить о патриотизме, о вышиванке, о шароварах, о чем угодно. Кроме того, как и где вы заработаете деньги. Давайте сойдемся на то, что в нашей жизни сейчас, это ключевой момент, мы находимся за чертой бедности. В Нигерии средняя зарплата 155 долларов. Сколько у нас люди получают на руки? 50 долларов. Сравните. А сколько получает пенсионер? Минимальная пенсия меньше тысячи гривен. Итого меньше. 45 долларов. Мы нищие. Это надо признаться. Кто сделал нас нищими? Нас нищими сделало наше государство. Но оно не упало нам с Марса. Это мы его выбрали. Выбрали в виде Яценюка. Выбрали в виде Порошенко. Выбрали в виде Яреська. Понимаете? И в наших силах изменить это. Просто подумайте над этим. Мы даже не призываем вас голосовать как-то конкретно. Мы вас призываем задуматься. Задуматься, что вас каждый день обворовывают. Вы сталкиваетесь с этим враждебным государством. Я объясню на простом примере. Вы думаете, что санитарная инспекция, она в ваших интересах, да? Она инспектирует, допустим, гражданское питание, фастфуды, рестораны. И от этого вам становится лучше. Я вам скажу, это неправда. Вы подумаете над этим и поймете, что заходя туда, даже если они находят какие-то несоответствия закону, они берут взятку и закрывают глаза. В итоге вы получаете услугу товар дороже. Вы покупаете шаурму дороже. Вы покупаете хлеб дороже. Вы покупаете все дороже из-за этой системы. Кто довел вас до этого? Эти популисты. Понимаете, они вам сначала раздадут аптечки, потом посыпят сверху сахаром, а потом закопают в могилу. Потому что с таким уровнем дохода мало того, что невозможно жить. Это просто унизительно. Просто унизительно жить. Дальше смотреть некуда. Если мы упали ниже Нигерии, если каждый день нас требуют взятки, если мы бегаем, обтираем эти кабинеты с этими жирножопами, скотами, то может стоит задуматься, они нам не нужны? Может они нам не нужны? Может мы дадим пинка им под жопу? И просто начнем жить нормально? Наша основная идеология это государство вон из экономики. То есть все лучшее в мире произведено предпринимателями. Вы подумайте, любой бренд, любой автомобиль, любой телевизор произведен не государственной, а частной фирмой. И как эта частная фирма в наших условиях будет что-то производить? Когда к ней придет налоговый инспектор, когда к ней придет, допустим, санитарная какая-то служба, какой-то пожарный, бесконечные поборы. Мало того, вы подумайте, что они даже не дадут возможности этой фирме открыться. Открыться у нас, вот, например, фирма Икея. Она хотела открыть свое представительство в Украине. Но ей предложили такие суммы взяток, что они отказались от нашего рынка. Даже если им это было бы выгодно. Люди не понимают, как это давать взятки. Они не привыкли к этому. Мы впитали это все, грубо говоря, с молоком матери. Мы понимаем, что ни один вопрос с мертвой точки не сдвинется, пока мы не помажем деньгами. Это неприемлемая ситуация. Мы говорим о том, что не стоит контролировать и стоять у каждого за спиной. Мы говорим о том, что существует коррупция на таможне. Мы уберем таможню. Существует коррупция в НДС. Мы убираем НДС. И все. Мы убираем причину. Мы не боремся со следствиями. Вам это не скажет ни наш прогрессивный в определенных направлениях Ляшко. Вам не скажет об этом Тимошенко. Тем более, вам не скажет про это Порошенко. Давайте на минуточку остановимся и подумаем. Президент олигарх. Он постоянно говорит, надо бороться с олигархами. Это что, он должен бить себя по затылку? Он должен себе делать кровопускание? Или как? Как он представляет борьбу с олигархами? Если он сам олигарх, самый большой, в 7 раз он увеличил свои статки за эти 2 года. Мы с вами беднеем, а он в 7 раз повышает оборот. Я думаю, вы все над этим задумывались. Но вы не видите выхода. Как выйти из этой ситуации? Как сделать так, чтобы это изменилось? А изменить это можно простым и понятным введением 5-10 в Украине. На всей территории. И тем самым мы станем самым большим безналоговым государством в мире. Вы подумайте, какой инвестор поедет сюда? Ему что, понравятся здесь наши глаза? Или ему понравятся наши песни, может быть? Или вышиванки его завлекут сюда? Единственный аргумент для человека, вложить сюда средства, единственный аргумент, это нажива. То есть они захотят здесь заработать. Подходите, кто хочет задать какой вопрос, у вас есть такая возможность. Поддай, пожалуйста, микрофон человеку. Вы можете подойти и задать вопрос. Здесь присутствуют кандидаты в депутаты от 5-10. И наш кандидат в мэры. Без хамства. Вопросы. Включи. Я хочу задать, блядь, вопрос. Ну если с хамством, тогда до свидания. Не-не-не-не, извините за маты. Я хочу задать вопрос, а почему наши дороги начали делать во время выборов? Я вам объясняю, почему. Именно потому, что это делают... Верните, я все вам буду объяснять по поводу, как мы видим, как наша партия видит это все. Поскольку они не считают вас за людей. Они считают, что вас можно подкупить за неделю до выборов. Кину вам косточку и все. И на этом все. Мы считаем, что дороги должны делать не коммунальные службы. Мы как город заказываем услугу. И она производится. Инициатива 5.10 в Полтаве, это создание такой системы. Через интернет вы заходите и смотрите, сколько денег в бюджете. Сколько выделено на дороги. Какая фирма-подрядчик. Сейчас вы этого ничего сделать не можете. Вы у меня конкретно не можете спросить, сколько украли. Я не знаю. Украли много. Четыре года никто пальцем об палец не ударил. И дороги стояли разбитые. Нет. Давайте я все-таки отвечу на вопрос. Нет вопросик. Вы сейчас меня собьете с мысли. Я отвечаю на ваш первый вопрос. Смотрите. Четыре года. Четыре года. Никто пальцем об палец не ударил. Дороги не делал. Мы можем предположить, что товарищ наш, как он говорит, простяюсь, симпатичный сахарный мамай, он эти деньги не добавил в этом году нам. Он использовал бюджет одного года. То есть вы представьте, сколько за эти пять лет могло быть построено дорог. Но он вам не подотчетный. Он не выйдет к вам сюда и не будет с вами разговаривать. Это делаем мы. Потому вам есть повод задуматься. Задать вопросы. Вы подойдите. Я был на встрече с Матковским. Я был на встрече с Матковским. Послушай. Когда я подошел, задал ему вопрос, сколько можно перебегать из партии в партию. Меня тут же три шкафа отодвинули. Он сел в машину и уехал. Вот так вы зададите вопросы Матковскому мою или любому другому. А теперь вопрос к вам. Вот вы вышли сейчас, именно перед выбором. А почему вы это не сделали? Вот вы вышли именно сейчас. А почему вы не сделали это раньше? Объясняю. Возвращайте микрофон, я объясню вам. Во-первых, это запрещает закон. Нас бы отсюда прогнали. Сейчас мы зарегистрированы кандидатами в депутаты. И потому мы имеем право законно вести агитационную работу, разъяснительную. На законных основаниях, в рамках предвыборной кампании. Вот поэтому вы нас не видели раньше. Но вы видели люки, вы видели наш забор. Мы делаем, что можем. У нас нет финансирования сверху. Вы должны понять. Нас не финансируют сверху. Это мой кубик. Это одного из наших членов пульт и генератор. И лампочка тоже. Вы должны понять, что мы все делаем своими силами. И мы такие, как вы. Вы можете зайти, подойти сюда и задать все интересующие вас вопросы. Мы полностью открыты. Мы объясним нашу позицию по любому вопросу, буквально интересующему вас. Вот. Еще вопросики, извините. Что я такие тут самые навыки? А чего вы тут и стоите? Объясняю. Вы не услышите того, что мы говорим. Вы не услышите по телевидению. Они это все от вас скрывают. Мы стоим здесь, чтобы открыть глаза. Ведь мы до определенного момента всего этого тоже не знали. Возвращайте. Спасибо. Мы до определенного момента это все тоже не знали. Я, например, не знал, сколько процентов. Я знал, что воруют. Не знал процентное соотношение. Вы знали, что у вас воруют посредством ваших покупок 60% вашей зарплаты? 60% не говоря уже о тех деньгах, которые взимаются с нее единовременно во время выплаты. Понимаете? Те вот эти единые внески и тому подобное. В данный момент, послушайте, в данный момент тот человек, который нанимает работника, он мало того, что плачет за него, ну, ему зарплату, он платит за него такую же зарплату в бюджет. То есть он бы мог нанять два, а то и три. Извините, можно и пробью? А что вы хотите сделать? Я же... Возвращайте. Давайте я вам объясняю. Вы просто... Вы просто послушайте, я объясняю. Коротко и ясно, мы хотим оставить из налогов только 5 и 10. 5% с продаж, 10% с социального. Потому что сейчас вы платите 60% налогов с любой покупки. А то и больше. Вы в курсе дела. А с заработной платой вы платите от 30, а если учесть те деньги, которые платит за вас работодатель, то 130%. То есть он бы вам мог на 130% больше платить заработной платы. Это выгодно всем. Мало-мальских, кто задумается об этом, ему это выгодно. Всем предпринимателям это выгодно. Всем людям это выгодно. Кому это не выгодно? Это не выгодно жирножопым скотам, которые уселись там в кабинетах. Которые сосут из нас кровь каждый день. Другого ответа нет. И все страны, которые сделали рывок за последние 20-30 лет, и шли именно этим путем. Вы ни мне не скажете ни одну страну, которая пошла другим путем и стала успешной. Дело в том же, вы должны... Давайте кто-то другой уже будет задавать вопрос. Подходите. Но если честно, ты это не изменишь. Что? Вот если честно, ты это не изменишь. А мы не будем ни у кого спрашивать. Вы должны понять. Но давайте посмотрим тогда. Я тогда вам скажу, Янукович никогда не уйдет. Он вечно будет президентом. А вы скажете... Я извиняюсь, что я постоянно задаю вопросы, потому что люди все здесь слышат и стоят, да, и рядом. Люди все это самое хотят и спросить, но просто они боятся. Но под этим задать вопрос. Это прекрасно, что вы задаете вопросы. Прекрасно. Мы готовы отвечать на все вопросы. Вот пусть люди тут не стоят, пусть они не задают вопросы. Именно, смотрите, именно поэтому мы подключили два микрофона. Я вещаю в монорежиме, понимаете? Партия не предлагает вот и все, и загородиться забором. Мы предлагаем вам вести диалог. И в этом диалоге вы поймете, что альтернативы нет. Если честно, вы ответили на самый главный мой вопрос. На какой? Потому что я задолбался, зарабатывал две с половиной тысячи в месяц. А как сюда придут те, кто вам может заплатить больше? А у меня зарплаты стоит четыре тысячи. А я вам и про это только и сказал. Вот именно. Вы ответили на самый главный вопрос. И пусть люди, они здесь и тут стоят, пусть они сами подадут, это скажут. Пусть подходят. Мы для этого сюда и пришли. А кто еще вам расскажет о том, что вас обворовывают каждый день? Те, кто вас обворовывают, они вам не скажут. А кому принадлежат каналы? Порошенко, Коломойскому? Они сосут. Но, извините, я должен изложить, не только отвечать на ваши вопросы, а как бы и информировать людей тоже. Это одна из наших функций. Я вам объясняю. Послушайте. Я вам объясняю, что у вас зарплата не поднимется до тех пор, пока здесь не повысится общая заработная плата. А общая заработная плата только когда сюда приедут деньги, которые могут делать бизнес. А так как у нас 140 разных налогов, как куча проверок, куча контролирующих... Куча контролирующих... Слушайте, а за кого вы не болеете? За Динамо или за Шахтеров? Я не увлекаюсь футболом, к сожалению. Сейчас играю в данный побед. И я не баллотируюсь. Я не баллотируюсь. Динамо! Ну, прелестно. У нас добрые, отзывчивые граждане. Они задают корректные вопросы. Мы всегда рады на них ответить. Мы, это вы. Никто нас не... Вот эти два человека, обратите внимание, может кто... Два дня назад увидели и услышали нас на улице. И присоединились к нам. Потому что они поняли, что это реальность. Другого выхода нету. Оборвывают. И придет... Неужели вы думаете, что с таким подходом, как придет вам покрасить зеленой краской забор или валидолу даст пачку, и у вас изменится жизнь завтра? Это не решает вопроса. Они даже не так не ставят. Вы зайдите в вот эти палаточки, которые стоят здесь днем, спросите, какую они идеологию исповедуют. Что они хотят сделать? Они вам скажут, так я же раздаю краску, что я еще могу сделать? Я вам раздаю аптечки. Я вам раздаю сахар. Да. Микрофон, пожалуйста, задавайте вопрос. Без ругательства, пожалуйста. Сергей. Сергей. А в камере, пожалуйста. Давай, давай, давай. А не очкуй. Микрофон задавайте все. Не ругайте. Сергей. Что? Ругайтесь. Ну, камер, ну, сейчас спорт... Давай, давай, Лёд. Да, я вас слушаю. Можно, конечно, вопрос и ноль. Все такие плохие согласны. И президент так самый плохой, и все плохие. Да. Задаю вопрос прямой. Чем мы лучше? Чтобы, да. И чтобы вы рекомендовали, что сделать. Я объясняю, я объясняю, чем отличаемся мы. Мы предлагаем закрыть эти все кормушки. Не, ну, это понятно. Послова, они предлагают убрать нам таможню? Нет. Нет. Они предлагают снять с вас налоги? Они другую замену... Ничего подобного вы не услышите ни от кого. Нет. Не скажи четко. Послушайте. Мы предлагаем убрать все таможенные пошлины, таможню, налоги, акцизы. Все это отменить, оставить 5% с продаж или 5% с услуги. Если вы что-то продаете на 5% больше, 5% в бюджет. Понимаете? Вы сразу в три раза ваша покупательская способность вырастет при той же зарплате. Вы сможете себе позволить в три раза больше. А что сейчас происходит? Они девальвируют... Нет. Послушайте. Давайте от каждого по одному вопросу. Давайте от каждого по одному вопросу. Я не успеваю перепрыгивать от темы к теме. Понимаете? Я здесь вам объясняю концепцию. Что это позволит людям, которые хотят заработать деньги, их здесь зарабатывать. Понимаете? Другого метода нет. Все, что создано в мире, это создано частными предпринимателями. Можно поселить... Но так а мы предлагаем им сделать райские условия. Понимаете? И все. Почему от других? Потому что... Любой, кто захотел заработать здесь деньги, он это спокойно мог сделать. И не оглядываться. Никакой разрешительной системы. Вы не ходите... Вы не ходите... Камеру, пожалуйста, Сергей. Сергей, камера. Не-не-не. Вы больше не ходите, послушайте. Внимание. Вы больше не ходите и не берете разрешение на свою деятельность. Вы просто в уведомительном отправили и все. Пришли, получили свой вот такой кассовый аппарат маленький. И проводя платежи, а оно в автоматическом режиме 5% в бюджет отправляет. А если это сделает... Как это может сделать? Ну, между прочим, 5-10 за легализацию легких наркотиков. Так что... Если... Ну, вы против, мы за. Вы можете за нас не голосовать. Мы за легкие наркотики. Мы за легкие наркотики, да. Можно по себе вопрос? Да. А когда вы просто не говорите, а начинаете действовать? Объясняю. Когда вы поймете, что это вам выгодно и примете систему 5-10, хотя бы не то, что проголосуете за нас, а каждому будете задавать, как ты снижал нам налоги. Ведь все, кто идет сейчас на выборы, все обещали вам снижать налоги. Вы посмотрите. Уже 10 лет обещают. 10 лет. Так 25 лет обещают вам снизить налоги. И каждый раз повышают. Ну, голосуйте за них. Мы для того, чтобы вы не сомневались в наших намерениях, даже название партии такое написали. Как мы потом сможем что-то делать, если мы этого придя не сделаем? Так у нас самые самые низкие в Европе. Какие самые низкие? Какие? 60%? Вы сейчас... Если вы хотите, чтобы за вас не проголосовали, вы сначала сделаете, а потом уже говорите. Так мы не были властью, как мы сделаем? Так вы сначала что-нибудь сделаете? А, я сейчас вам объясню за это. Возвращайтесь. На уровне местных мы делаем вам разъяснительную работу. Вот то же самое. Послушайте, вы хотите, чтобы вы пошли, например, помощники к МАМАЮ, наворовали у вас денег, а потом пришли вам... Все, послушайте, послушайте, вы хотите, чтобы мы наворовали денег и пришли вам раздали их, да? Нет. А что? Как сделали? Мы говорим, что каждое дело должен делать свой. Слышите. Нет, нет, нет. Алло. Подожди, при чем тут МАМА? МАМА это на три буквы не будем говорить хорошо. МАМА это О! Да подожди секунду. Я спросил. Есть человек, который предвыборщую программу строит. Правильно я ошибаюсь? Он должен на чем-то обосновываться, ну, от чего-то отталкиваться. Мы вам предлагаем чемодан денег. Идти чемодан. Заработать чемодан денег. То есть для среднего класса, чтобы все... Чтобы все были средним классом. Правильно, правильно. Чтобы ваша покупательная способность была не 50 долларов, а 1000. Что мы еще вам лучше можем предложить? Это улика в Польше сейчас? Это выше Польши. Выше Польши. Выше Польши. Вот сейчас никакого... Вот такой. А как тогда с большими предприятиями мы расстроили? Вас это не должно волновать. Большие предприятия. Большие предприятия волнует Коломойского. И он за этот счет вас делает богатым. Вам должно волновать. Как вы, придумавши какой-то бизнес, сможете его выполнить. И заработать денег на нем. Хорошо. Сейчас вы можете открыть предприятие? Нет. Нет. А мы предлагаем вам открыть. Я тебе объясняю. Можно вопрос такой? Смотри. Кроме этого предприятия, благоустрим какой будет? Объясняю. Благоустрим. Вы понимаете? Верните, пожалуйста. Верните микрофон. Я объясняю. Мы делим апельсин. Понимаете? Много нас, а он один. Денег мало. Даже если забрать все, что своровали, вернуть и распределить их правильно, их все равно недостаточно. Мы предлагаем, чтобы здесь работали предприниматели. Им никто не мешал. И при повышении этих, этих, они будут сами нам создавать определенные блага. Мы даем ему участок, например, да? И говорим, вот здесь вы можете заниматься там продажей еды. Вот, вот это вся улица, понимаете? И они здесь сделают павильон. Они здесь делают лавочки. А сейчас им это все запрещено делать. Мы предлагаем. Это самая разумная система. Вы, послушайте, я не могу отвечать на каждый возникший ваш вопрос. Вы можете зайти и посмотреть Балашова. Балашова. Он рассказывает по каждому пункту более детально. Я пытаюсь донести вам концепцию, что когда вы сможете нормально работать предпринимателем или устроиться на предпринимателях, вы сможете больше заработать. И мы говорим, что это самое главное. Не шаровары, понимаете? Не вилла, не песни. А вот это для вас главное. Для вас главное, чтобы у вас были деньги. Никто вам этого не скажет. Кто вам скажет о том, как вы будете зарабатывать деньги? Никто. Партия 5-10. Вам говорит об этом, что это наша цель. Кто представляет права предпринимателей, интересы в парламенте? Никто не предпринимателей. Так, извините. Никто. Никто не предпринимателей. Они представляют олигархов в интересах. А это не предприниматели. А мы говорим о народном. Слушайте, мы говорим о народном капитализме. В народном капитализме. Для нас это цель. Потому что большинство из нас предпринимателей. В той или иной степени. И мы это терпим, это все бред на себе. Именно это нас подвигло выйти и беседовать с вами. А мы предлагаем у дубра убрать их все. Рабочий класс будет устроен, если он не может организовать свои предприятия, он будет идти к предпринимателю работать. И когда поднимется общая планка бизнес-оборота, тогда и поднимется зарплата. Как вы предполагаете по-другому? Других методов нет. Страна пенсионера. Ну, пенсионеры у нас... Я вам скажу, я вам отвечу за пенсионеров. У нас большинство пенсионеров, они чем-то занимаются. Понимаете? По мусоркам власти. Ну, мы так не говорим. Они заняты. Они самозанятостью занимаются. Правильно? Реально. Да. И мы предлагаем им. Они смогут тратить там 2-3 часа своего времени и зарабатывать себе нормально. Мы сейчас не имеем полной информации. Мы предлагаем продать все 3,5 тысячи убыточных предприятий. И на основе этих денег сделать фонд пенсионный. Потому что для бюджета 5% хватит. Нам надо подумать, откупиться от пенсионеров, чтобы они не думали о деньгах. У них должна быть пенсия в 500 долларов. Но это хотя бы 200 в начале. Понимаете? Но если мы поменяем вот тут чуть-чуть, а вот это все болото оставим как было, не изменится ситуация в общем. Нам надо конкретно подойти, да? Мы понимаем, что Украинский автодор делает плохо дороги. Мы не будем пользоваться, мы их распустим. Пусть эти люди, которые работали в Украинском автодоре, идут к ЧП, например, Петренко или Павленко. И он организует работу, проконтролирует, заработает деньги для себя и их. И заплатит с этого 5% и все. То есть нам во главе, чтобы вы могли заработать деньги. Пожалуйста. У меня высшее техническое. Высшее техническое. Да, и музыкальное среднее. Очень важно. Вы как и экономисты. И техническое, а не экономическое. Но все понимают это. Вы понимаете, что вы сейчас, платя 60% через покупки свои, идете в магазин, и там НДС 20%. Понимаете, да? А они же еще этот товар где-то купили, и уже 20% заплатили. И через таможню перевезли, еще заплатили. Понимаете? 60% выходит. Вам выгодно, чтобы не 60% было, а 5%. Чтобы не было таможни. Они ввозят прям для себя. Вот прям им этим. Допустим, с Польши везут что угодно. Да, там сало, ябл. Все что угодно. Понимаете? Они везут к нам, и этот магазин, продавая его вам, платит 5% в бюджет.